Хиропуку приветствует вас и сегодня мы проходим квест Ирины и Эдгарда. Начинаем. Начальная точка у нас это южный берег озера. С этого мы начинаем. Бежим на юг через мост и к Ирине из Морна. У нее стартуем мы этот квест. И двигаемся дальше на юг к замку Морну. И потом находим ее отца. Это Эдгард. И теперь телепортируемся к точке благодати. Это жертвенный мост. С него начинаем наш квест, наш путь. Теперь вот сюда прямо скачем на лошадочке к Ирине. Вот она здесь сидит у нас. Одиношенька. И начинаем с ней диалог. Соглашаемся заставить письмо Ирине к ее отцу. Получаем квестовый айтем в наш инвентарь. Это письмо Ирине. Так, продолжаем наш путь. Это на юг к замку Морн. Я уже здесь был, поэтому я использую быстрый путь передвижения. Вы, если вы там не были, то просто, ну, 2-3 минуты, там, минутка пробежаться на коне, проскакать. Так, вот сюда. И здесь вот на этом лифте поднимаемся вверх. Ждем. Так, ну давай, давай, давай. Так, и вот на этом лифте поднимаемся вверх. Здесь только одна дорога. В общем-то, заботиться никак нельзя. И вот тут прямо бежим. Я игнорирую всех вот этих вот собак. И с правой стороны вот этих всех мобов. Я быстро пробегаюсь. В общем-то, вы, если первоначально проходите, можете, конечно, все здесь зачистить. Так, и вот сюда. Сюда. Прямо, и потом по лестнице вверх поднимаемся. Так, для меня, в общем-то, эта локация несложная, потому что у меня высокая прокачка. И я большинство врагов игнорирую. В общем-то, но если вы первый раз проходите игру, то лучше, конечно, здесь осторожным быть и зачистить все. В общем, бежим сейчас прямо. Прямо. И вот здесь теперь, примерно вот здесь налево, здесь будет лестница. И можно спрыгнуть или спуститься. Вот этих всех, вот эту всю борьбу можно игнорировать, она вообще нам неинтересна. Бежим прямо и поднимаемся по лестнице. Вот сюда. И тут нас ожидает, вот, нас ожидает отец Ирина и Эдгард. Начинаем с ним диалог. Отдаем письмо. Я у него уже был, поэтому просто ему сейчас отдаю письмо. И все. Он рассказывает, что он не может уйти с Морна, ему нужно защищать его. И нам здесь нужно по квестовой линии убить локального босса. Теперь движемся к боссу. Бежим здесь, игнорируем этих всех мобов, монстров. Прямо, прямо. И вот тут здесь перепрыгиваем стеночку. Здесь находится у нас благодать. Активируйте, если вы ее еще не активировали. И здесь спрыгиваем вниз. Бежим прямо. И вот здесь перепрыгиваем. Здесь опять спрыгиваем вниз. И теперь направо и прямо. Здесь, не добегая вот этой башни, спрыгиваем влево. Вот сюда. Бежим. И еще раз спрыгиваем. Так, тут тоже прыжок. Не бойтесь, вы никак не пострадаете. Выглядит высоко, но, в общем-то, не так все это страшно. Здесь осторожно спрыгиваем. Так вот. И здесь ожидает нас куча мобов. Я их просто быстро игнорирую. Вы можете, конечно, с ними сразиться, но это необязательно. Вот здесь вот находится благодать. Можете ее активировать. И здесь бежим по мосту. И спрыгиваем вниз. Так, и вот мы движемся к боссу. Ой, я неправильно побежал немножко. Вот здесь, вот сюда. И вот тут. Вот, и здесь вы можете призвать Эдгарта. Он здесь, его знак здесь находится, Эдгарта. Но это необязательно для прохождения этого квеста. Мне он, в общем-то, не нужен. Поэтому я сам иду в бой против босса. Босс, в общем-то, не очень такой сложный. Он легкий. Даже если у вас там равный хп, он не такой сложный. Если вы первый раз проплойте. Так, убиваем босса. Получаем предмет. Это меч. И теперь уже можем двигаться вот сюда. К благодати жертвенный мост. Где мы начинали квест. Так, теперь движемся к Ирине. И видим Эдгарта. Лежащим возле тела Ирины. Девушка не смогла дождаться своего отца и умерла. Эдгард вернет всех в ее смерти и будет мстить. Так, для завершения квеста нам нужно отправиться или найти лачуга Мстителя. И отправляемся вот сюда примерно, в храмовый квартал. Вот здесь лачуга Мстителя. Я ставлю маркер и быстро телепортируюсь вот сюда. Это Озерная Леурния. И вот с этой благодати храмовый квартал, в общем-то, очень легко и быстро доскакает до лачуги Мстителя. Вот сюда, направо. И здесь находится благодать. Это лачуга Мстителя. И нас ожидает последний бой с Эдгардом Мстителем. Вот это место. И вот он появляется. Вторгается в наш мир. Отмстить за Ирину, свою дочку. Так, выбиваем Эдгарда. И получаем виноград. Это виноград Шаврирьи. Это квестовый предмет. И алебарда рыцаря Знаника плюс 8. В общем-то, на этом квест заканчивается. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока.